Всем привет, с вами Еноц, а нас в ТАПС обновление ждёт. Да, и это новая эра, новая эпоха, новое время, ренессанс. Ох, я долго этого ждал, я надеюсь, что вы тоже. И, конечно же, не только здания обновились, обновились ещё и юниты. Много-много всего нового. Вот, допустим, первый из них это художник, художник, портретист, не знаю, вот с кисточкой. Я без понятия, как он будет сражаться, я не знаю, как ты выжжешь в этом суровом мире, мой дорогой. Но я надеюсь, что ты сможешь выжить, я за тебя болею, по крайней мере. Второй, у нас здесь идёт мушкетёр, мушкетёр, да, ну, видите, глаз один у него натренирован, явно, или один под кайфом, без понятия. Но мне кажется, что он всё же натренировал свой один правый глаз, потому что ему нужно метить хорошенько прямо в сердце врага. У него длинная сабля, у сабли, какая сабля, как это называется? Как, как называется, чем вооружены они, блин, фехтовальное оружие, пофигу. В общем, тоже интересно, как он будет сражаться, три мушкетёра, по-любому поставим. Пере какие, красавец, красавец. Лучник, лучник, вот с таким вот шапель, шапель, как это, короче, называется эта шапка. Здесь у неё специальное название. Вот, тоже. У него какая-то, видите, стрела интересная с наконечником, с утяжелением, я так понимаю. Не знаю, что это. Может, это мини-бомбочка, которая взорвётся при попадании. Пока ещё не знаю, сегодня будем тестировать их всех. Лук тоже классный. Штанины разные, да, видимо, быстро собирался, штаны надел такие. Ну, хотя я знаю, это такая мода. Это мода у вас такая, да, молодёжь, молодёжь. Здесь дальше мушкетёр. Мушкетёр с мушкетом, длинным мушкетом. Я, конечно, не профессионал, не знаю, как вообще стрелять из мушкета, но мне кажется, что-то здесь не так, и при выстреле он просто, не знаю, его отнесёт куда подальше, потому что у него, потому что сквозь него проходит, как минимум, приклад оружия, да. Ты уже им себя проткнул. Вот что значит слиться со своим оружием воедино, да. Ты очень отвязный парень. Ладно, посмотрим, посмотрим, как ты будешь справляться. Дальше у нас тут по выправке просто, да, вот правильно, одна ножка впереди, другая сзади. Стоит олибардщик, да, держит длиннющую олибарду. Я думаю, что он на задних рядах будет вообще красавцем. И тащить, тащить, и против конницы, возможно, тоже. Ещё у него он, по-моему, нифига не видит, поэтому он опасен вдвойне. Будет лупасить и своих, и чужих. Ну, и дальше у нас идёт конь Гришка, только апгрейдженный, апгрейдженный. Хотя сам конь-то не особо апгрейдженный, вроде он такой же, как и обычные средневековые кони. А вот рыцарь на нём, рыцарь на нём, по-моему, определённо более-более продвинутый. Всё-таки от Ренессанса, у него и щиты такие, ммм, пуклые, пуклые, да. И копьё, длиннющее копьё, вон, с навершием, да. Не знаю, насколько оно более эффективно, нежели обычно, потому что это, по-моему, турнирное копьё. Но, не знаю, не знаю, не знаю, чувак, возможно, ты и силён. Посмотрим тебя в деле. Ну и последнее вы могли видеть на заднем плане, она просто сюда уже не вместилась. Это вот такая штукенция. Постреляет во все разные стороны. И внутри неё, внутри неё этого грибка сидит, сидит её, видимо, изобретатель. Его очень трудно увидеть, очень трудно на него настроиться. Вот он, вот он, вот он. Вот он, смотри, мне прям в глаза. Какой-нибудь там, блин, да Винчи или фиг там, пойми ещё кто. Какой-то мега, супер, мега изобретатель. Без меня есть, как эту штуку убить, она стоит целых четыре тысячи. Ну что, давайте с вами приступим к тесту потихоньку всех этих новых юнитов, да. И первыми на огонёк пусть к нам заглянут, естественно, племена. Племена, ну, допустим, вот. Сможет ли художник справиться с грубой силой? Ээээ, пока что. Промазал. Вообще-то промазал. Ну давайте-ка ещё разок. Мне нужно увидеть его. Так, в чём твой смысл? Подожди. Ладно, давайте протектора поставим. В чём смысл этого художника? Он стоит всего лишь 50 монет. А вот здесь он неплохо себе показал. Смотрите-ка, смотрите-ка, он краской, это или краской, или кровь. Но я думаю, что это краска, он просто измазал. Ха-ха, измазал этого невежду. Вот, а против, кстати, вот против щитовика-то он выстоял. И довольно неплохо, ну-ка. У него, видите, быстрая атака. Давайте поставим щитовика из, допустим, вот отсюда. Ну-ка, 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 ну-ка. А ну-ка давай. Опа, он ещё, ха-ха. Он ещё и своей плашкой может бить. Так, он, видите, он довольно быстр, и он может вот подбираться к щитовикам. Мне кажется, что он на них специализируется. Потому что всех остальных особо-то, ну, допустим, если взять гоплита, то есть те, кто может его проткнуть, то он сразу всё просто улетает. Улетает на небеса очень быстро. Даже, наверное, тот же фермер, мне кажется, тоже его победит. Ну-ка. Да, видите, то есть те, кто с оружием, его, в принципе, мочат без проблем. Жизни, здоровья у него мало. Мало. То есть если даже взять лучника, сколько вот он быстрее ударов выдержит? Один, буквально. То есть здоровья у него никакое. Короче, короче, вот я что предлагаю в конце концов сделать, да, чтобы его уже закончить его рассмотрение. Это сделать вот такую вот мини-битву быстро между, так, между вот ними и ними. И посмотрим, кто сможет победить. Вот таким вот образом мы в два раза дешевле стоят вот эти художники. И сейчас посмотрим вот при более или менее такой атаке, да, кто кого. Так, ну, по-моему, сейчас пока что держатся они более или... Да, смотри, художники побеждают, явно побеждают своими быстрыми кисточками. Вот, вот, осталось. А стоит в два раза меньше. Короче, они специализируются именно на щитовиках, действительно. Хорошо, рассмотрели первое юниту, ну, так, вскользь. Давайте следующую, давайте следующую. Допустим, вот этого вот мушкетёра. Мушкетёры, мушкетёры. Сразу давайте, ну-ка, побоище мушкетёров сделаем. Это интересно. Так, они, по-моему, блокируют удары, да? Я знаю, с кем его поставить. Ба, красный победил, молодец. Я знаю, с кем его поставить, я думаю, вы тоже уже догадались. С учителем. Учители, это у нас секретный юнит. Ну-ка, ну-ка, стоит он в два раза дороже. То есть и этот блокирует, парирует удар, и учитель парирует удар. И вот интересно, вот что же за противостояние? Кто сможет здесь одолеть? У кого, у кого больше выносливости? У кого, ну-ка, давай, твой натренированный глаз. Опа, 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 чудакопа, смотрите-ка. А он-то смог, он-то смог своими выпадами всё-таки пройти контратаки учителя. Вот так, а стоит он в два раза меньше. Заметьте, заметьте, в два раза меньше. Давайте его протестируем против, ну, рыцаря, я думаю, нет особого смысла. Потому что рыцарь, скорее всего, просто, да, его просто будет сносить. Потому что явно, явно не готов мушкетёр к грубой силе. Мне вот против кого интересно его попробовать, так это против протекторов. Против щитовиков. Как он будет со своей... А, вообще, хорошо. Обошёл щит и грациозно дарил ему всичку. И он помер, видимо. Так, ладно, ладно, ладно. А вот против гоплита, ну-ка, ну-ка. Сейчас по-быстрому. А вот против гоплита, нифига, сразу гоплит ему. Хоп, то есть защита у мушкетёра тоже маленькая. Это наступательный юнит. Да, ну, конечно, против этого он должен. Против этого должен. Он, видишь, может и уклоняться, если что. А вот смотри. А вот смотри. А вот смотри. Вот даже фермер смог уделать мушкетёра. Ну, тут, наверное, дело в случае. Но всё же. Но всё же. Вот против этого ещё интересно. Потому что у этого есть защита против тычков. И вот, и вот, и вот интересно. Интересно. Чё ты прыгаешь? Чё ты валяешься? Гот, никто тебя учил-то так. О, нормально. Красные выиграли. Проткнул всё же сено. Проткнул. Давайте вот что. Для окончания его теста поставим трёх мушкетёров. Ну, и против кого эти трёх мушкетёра будут драться? Против имперской гвардии. Вот давайте вот так вот поставим. И посмотрим, что у нас получится. Так, нет, по-моему, это было слишком легко. Давайте превосходящие силы противника. Вот. Вот это уже более интересно. Как ни крути. О, видите, мушкетёры умеют уворачиваться. И вот только как... А, вот всё. Да, да, да. Пере, 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 пере. Ну, понятное дело, то есть с немного превосходящими силами они могут справиться. О, смотри, сразу троих. Ну, двоих точнее сразу зарубили. И всё. То есть тут они вообще без потери стоило на одного снизить. Ну, в общем, понятно. Они наступательные юниты, которым нужно просто выжить на первых парах. Конечно, с более сильными соперниками они не совладают, потому что и стоимость у них 150. Но при их большом количестве, да, я думаю, что это хороший ударный юнит, чтобы пробить, допустим, первые ряды. Чьи-нибудь первые ряды. Щитовиков или ещё что-нибудь в этом духе, да. Вот я думаю, я думаю, что они бы смогли. Давайте дальше. Балун Арчер. Балун Арчер это как бы шарик нарисован. Я не знаю, что он вообще будет делать. Но давайте попробуем против, кто у нас тут? Вот против рыцаря, к примеру. Что он может, что он вообще делает? Причём тут балун... А-а-а! Я понял, я понял. Ха-ха-ха-ха. О, это подожди. Это подожди, это сейчас вот против такого надо ни одного ставить. Против такого это бесполезно одного ставить. Надо сразу вот... Вот где-то вот так вот, чтобы по цене равные были. Ну-ка. Вот и полетит. И его как минимум это замедляет, слушайте. И потом... Ха-ха-ха. Ой, блин, классно. Они очень хорошие сдерживающие юниты. Вы посмотрите. То есть если надо кого-то замедлить, то я думаю, это идеальные просто юниты. Посмотрите, то есть они мало урона наносят в целом. То есть, ну, сколько уже в него стрел понасадилось, и как-то пофигу. Но до них очень трудно добраться. Они, конечно, не отходят, как арбалетчики, но им это не особо нужно. Им это не особо нужно. Им вот достаточно просто стрелять. Просто стрелять и всё. Шариками. Больше ничего устраивать праздник людям, и они будут за счёт этого выигрывать. Самый добрый юнит, видимо. Ну, вот они в итоге победили, конечно. Всё-таки затыкали. Затыкали стрелой юнита. То есть против них никакие нафиг щиты не помогут. Абсолютно не помогут. Мне вот интересно их ещё, знаете, протестировать против кавалерии. Смогут ли они что-то противопоставить коню? Ну, вот что-то... Ну, смотри, ну конь замедлился и довольно сильно, погляди. Он даже не смог сделать свой вот этот удар наскоком. Ну, конечно, убить-то они его не убьют, но я имею в виду, что всё равно они намного, допустим, эффективнее тех же верщиков. То есть конь-то по итогу победит, понятное дело, да. Но... Но они намного эффективнее. О, я даже могу им поиграть. Здравствуй. Здравствуйте, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа! Опа! Да! Конь, конь, ты куда? Конь, ты куда? Иди сюда. Иди сюда, мой дорогой. Ну, где? Ты куда? Ну, всё, сам. Мы выиграли. В итоге конь испугался, видимо. Шарики первый раз видит в жизни. Ну, слушай, хороший юнит. Хороший юнит, отличный. Просто очень... Много куда его можно использовать. Так, мушкетёры. Мушкетёры, мушкетёры. Сразу же берём, знаете кого? Сразу берём вот этого. Мне интересно, пробьёт ли он защиту. Ну-ка. Ну-ка. Ага. Перезаряжается. Так, стоит перезарядка. Довольно долго. Щит не пробил. Долго перезарядка. Ой, долго. Нет, а это мушкеты долго перезаряжаются? Или у него вообще, что ли, одна атака? А нет, вот вторая. Но очень трудно ему. Очень трудно ему сблизи. То есть вот если бы их было, допустим, вот возьмём несколько, да? Три мушкетёра. Вот примерно по цене, да, получается одинаково. Три выстрела. Пф, просто всё. Размотались. Здоровья не хватило. У рыцаря он просто задохнулся дымом буквально. Понятно. Ну, мощь у них... Подожди. Мощь у них довольно сильная. Вот, допустим, три мушкетёра. И возьмём... Ну, кто у нас тут довольно выносливый? Мамонт, к примеру, довольно выносливый. Ну-ка. Так, три раза удар... Ммм, ну и всё, как бы. И мамонт так-то. Ну-ка, сколько у мамонта здоровья? О-о-о-о! Много здоровья ещё осталось. Я что-то думал, что они посильнее. А вот нифига подобного, они настолько не сильные. Давайте вот посмотрим Яру. За Ярла. Ну-ка. У Ярла сколько здоровья? Половину. Три. Три мушкетёра половину отнимают у Ярла здоровье. Ну, Ярла вот медленно её... Сейчас посмотрим. О, один маленький вообще. Маленький малыш, я тебя на закусочку отставлю, мой дорогой. Ох ты, блин, они успели перезарядиться. А мимо, а мимо, а мимо, мои дорогие. Вот видите, мимо, мимо. Всё. Всё, он уже не успеет. То есть, когда сблизи подходишь, эти юнты бесполезные сблизи. Сдалека? Сдалека. Вполне себе. То есть, если есть кто-то, кто будет останавливать, да? Кто будет сдерживать противника, то я думаю, что они без проблем справятся. Вот, допустим, вот здесь вот. Памс, да, троих. И пока эти сдерживают, наши мушкетёры могут, могут перезарядиться успеть. И не успеет этот юнит к ним подойти на такую дистанцию, чтобы им было неудобно стрелять. Вот им удобно стрелять. Они очень меткие. Но только когда им удобно стрелять. Естественно. Я, знаете, я тебе не позволю кое-чего не сделать сейчас. Сейчас немножко зависнуть на этом юните. Но, блин, залп из всех орудий. Знаете, я думаю, это будет круто. Если кто смотрел фильм «Последний самурай», там было в начале сцена, где кони, самураи, несутся на этих, на мушкетёров. И они делают залп. Они там стоят в два ряда. Одни сменяют других. И вот сейчас мы тоже так сделаем. Я просто не могу упустить эту возможность сейчас. Поэтому, да, мы немножко... Оп, оп. Вот. Два ряда, значит, орудий. И конница. Ну, у нас, к сожалению, нет конных самураев. Поэтому мы возьмём из юнитов вот этих вот. Из секретных юнитов Средневековья. Вот так. Тихо, тихо. Не волнуйтесь. Кони не волнуйтесь. Всё хорошо. Вот таким вот образом в два ряда тоже. То есть. И посмотрим, посмотрим, что же будет за залп. Потому что у них только один шанс. Перезарядиться. Ох. Перезарядиться они не успеют. Ну, половина. Половина. Половина полегла. Половина. Но это было эпично. Это был эпичный залп. И вот у них есть ещё выстрел. Неплохо. Кто остался в живых-то? Конь только. Гришка, видимо. Ну, Гришка, Гришке придётся упасть. Да. А кто ещё? А, вон. Вон ещё тоже. Ой, прямо в попу зарядили. Ну, за что же попу? Ну, ё-моё. Это. А, ну, круто. Слушайте. Круто. Круто. Ё-моё. И вот ещё кто у нас есть? Мне вот. Вот, блин. Мне прям понравились мушкетёры, знаете. Сейчас. Сейчас просто рядами упадут. Вот так вот. Вот так вот поставим. Я прям не могу сдержаться. Я поэтому потрачу на этих мушкетёров чуть больше времени, чем задумывал. Но, блин. Так красиво, когда они палят. Тудух. А, гляди. Супер. Половину изрешетили. Два ребята вообще решили отойти. Так, ну успеете перезарядиться, нет? Ну, ребятки. Чуть-чуть. Вот, успели. Но уже, уже, уже к ним напрямую подошли. И всё, и началась куча мала. Куча мала. В общем, нельзя, чтобы к ним подошли. Иначе их даже простые вот работяги с дубинами замочат на раз-два. Понятное дело, да? Но, они офигенно эффективны на дальних расстояниях. Круто. Нравится. Мне понравился этот юнит. Он эффектный, по крайней мере. Очень эффектный. Так, ты. Я знаю, с кем тебя поставить. Я думаю, что тебя будет интересно поставить вот с этим вот чуваком. У тебя длинная алебарда, у него длинное копьё. Так. Опа. Опа, и всё. Америка, Европа, да? Да. Да, без проблем. Просто сверху чпоньк и всё. Чпоньк и всё. Давайте поставим тебя, я тоже ещё знаю, с кем тебя поставить. Вот с этим вот чувачком. С Ярлом. Ярл, конечно, побольше будет. Но, ну-ка, ну-ка, сколько ты ему отнял Ярлу? Не очень много, на самом деле. За один удар. Не особо, не особо отнял. Но здоровье у него, в принципе, позволяет. Как юнит поддержки, я думаю, что он хорош. Ну-ка, допустим, того же... Ой, не, не того хотел поставить. Да, тех же вот этих вот, я думаю, он сомнёт без проблем. Ну-ка, вот, одного смял, упал, уклонился. Ой-ёй-ёй, почти попал. Вот это вот нехорошо. Да, ха-ха-ха. Ну да. Ой, и второго тоже, в принципе, без проблем вольнул. Видите? В принципе, как поддержка, так-то и как наступательный юнит тоже вполне может себя неплохо проявить. Вот. Нормальный, нормальный юнит. Давайте посмотрим... Джустер, Джустер. Сначала устроим турнир, конечно. Ту-ду-ду-дум, ту-ду-дум, ту-дух. Ну, так, кони, кони сразу же завалились, в принципе. И потом красный смог быстрее просто ударить синего своим турнирным копьём. Хи-я-я-я-я, да, я тебя понимаю, чувак, да, молодца. Ха-ха-ха. Ну ладно, давайте против, конечно же, я знаю, какого противостояния вы ждёте. Я тоже его жду. Это, это противостояние с Гришкой. Ну давай, Гришка. Гришка против Гришки. Гришка из Ренессанса против Гришки из Средневековья. Вперёд. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Опа. А, подожди, а красный выиграл. А это интересно, подожди. А вот красный, он не делает наскока Вы заметили, он не делает наскока Он просто бьёт копьём Сейчас вот, сейчас синий выиграли Там я не знаю, как красный выиграли Но он не делает, у него нет наскока Но у него очень сильный удар Я так понимаю, очень сильный удар Копьём, потому что он коня выводит Из строя на раз-два Удар копьём просто Неимоверный, наверное, сам конь тоже Более жёсткий Более уронистый Вот по-любому Вот мне даже интересно, урон от копья действительно неплохой Давайте поставим его против Влада Ну-ка, Влад выдержит напор, нет? То есть тот, если от... Так, сколько у Влада осталось жизни О, смотри, мало осталось жизни У Влада-то жизни мало осталось То есть удар копьём реально жёсткий Даже сильнее, чем Чардж от Средневекового конника Так, чё тут у нас? Карусель, карусель, ну-ка, Влад, давай Подождём, подождём Да ты, ё-моё, ты долго будешь крутиться? Дай на меня! О-о-о, ну и молодец Ха-ха-ха-ха Ладно, Влад, я в тебя верил Ну, ну, неплохо Интересный юнит То есть я так понимаю, что он даже может Секретному юниту противостоять Вполне себе успешно Если будет вот такая вот Небольшой сборище Небольшое вот таких Ударных юнитов То, например, того же, я думаю, ледяного Даже гиганта Ледяному гиганту они нанесут Немаленький урон с разгону Ну-ка, давай За гиганта Так, сейчас посмотрим Ну, хотя не такой же большой урон, как я ожидал На самом деле, ожидал больше урон, но Но! Они же отходят! Они же отходят! И поэтому, смотри, гиганту-то сложно Гиганту-то сложно на них реагировать Давайте я выйду, потому что я Своими короткими лапками Испоганю всю халяву гиганту Всю жизнь, нафиг Так, вот Вот Так, гигант немножко Но всё равно У них удары очень сильные Очень сильные удары И смотрите В принципе, они смогли выиграть Даже остались ещё многие в живых Ладно, наступательный юнит классный Классный наступательный юнит Мне тоже он понравился Ну и самое интересное Да Винчи Да Винчи танк То есть там внутри сидит Действительно сам Сам да Винчи Я не знаю, как он действует Давайте вот Допустим, вот так вот сделаем Без понятия Ну-ка А-а-а Ясненько Понятненько И сколько он, интересно, перезаряжается А ведь он ещё Смотри, что делает Он же К нему же не подойдёшь даже А-хо-хо А это круто А, нет Всё равно синий выиграли Потому что разбили Да Винчи Разбили этот танк И да Винчи бедны Наверное Ой, я тебе сочувствую Да, Винчи тоже расстроился Ну, это потому что они смогли подойти Но вообще, крутая штука, я вам скажу Я знаю, что это не совсем логично Но мне интересно О, сразу, смотри, синие победили То есть у него не такой же большой Запас здоровья, оказывается, да То есть у этого танка не очень большой запас здоровья Как я думал сначала Я не могу этого не устроить Конечно же, по бочке А, тут кто первый выстрел, наверное Ты посмотри, нифига себе, небольшой запас здоровья А все равно, а все равно Ну, первый, видите, первый начал красный тогда стрелять И поэтому он, собственно, и Он, собственно, и выиграл-то Но, смотрите, как это эпично смотрится Когда они стреляют друг-друг Это же круто Прям вальс Там-там-там-там Класс, класс, мне нравится Круто, замечательно В общем, интересные юниты И интересная эпоха Мне все понравилось Надеюсь, что вам тоже Если что, пишите свои комментарии Оставляйте свои предложения С кем еще их протестировать Всех этих новых персонажей С вами был Енот Показал вам новую эпоху Всего вам самого хорошего И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok